Что вы изначально хотели или думали, что хотите, но в итоге разочаровались? Хотела съездить на майские праздники домой, жутко соскучилась по родине. Спустя один час общения вспомнила, почему до этого ездила так редко. Машина. Купила, через полтора года продала и выдохнула с облегчением. Не понимаю этого ажиотажа по поводу владения личным автотранспортом. Пробки, парковки, стоимость обслуживания, даже нового автомобиля затмевают любое удовольствие от пользования. Взрослая жизнь. Думал, будет полно времени и свободы. А оказалось хуже детства. Рыбалка. Я просто потратил 4 часа своей жизни, а расслабиться тишиной природы мне помешал отец, который злился на то, что мне вдруг захотелось пойти на рыбалку. Кекс и алкоголь. Салка была проще. После 18 никто не запрещал мне пить, и я довольно быстро понял, что это мне наскучило. Со своими людьми алкоголь не нужен, а с не своими не поможет. Касательно кексов, в тот самый момент я понял, насколько мне нужно сначала решить вопросы с менталкой. Когда даже в ого тот самый момент у тебя мысли про недописанный курсач и грязный пол в помещении. Ты понимаешь, что тебе просто хотелось чувствовать себя таким, как все. Благо это был хороший опыт, и теперь я немного больше понимаю того, чего хочу от жизни. Руль и педали для компа. Выпросил у родителей на ДР, когда мне было 8 лет, чтобы катать в НФС Most Wanted. И вот за 9 лет, пока эта вещь есть у меня, я пользовался ее раз 5 максимум. Оно безусловно стоит своих денег, если ты можешь позволить купить себе это с месячной ЗП. А так это хреновина лежит и занимает у меня место. А покупать его никто не хочет из-за того, что модель устаревшая. Учиться в медицинском. Я на первом курсе и абсолютно точно ненавижу почти все профильные предметы. Но вот рисование, философия и история буквально лучшее, что со мной было. И рад только одному в этой ситуации. Я уехал из дома. Отношения. Очень нравился один парень. Весь такой активный, веселый. В компании с ним было невероятно круто и весело. Вечно куда-то лез и чем-то занимался. Я таких обожаю. Сама такая же. Ненавижу сидеть на месте. Начали встречаться. Стал унылым домоседом, который предпочитает комп и более тихие развлечения. Оказалось, он таким был всегда. Просто надевал маску активного и жизнерадостного парня. Чтоб нравиться девушкам, которые нравятся ему. Сам он, как оказалось, девочек-домоседок не любит. На деле же он по жизни скучный и безинициативный чел, который любит, чтобы его водили за ручку и развлекали его. Расстались. Парни, пожалуйста, сообщайте о своих увлечениях до того, как вы станете парой. Если хотите избежать епли мозгов, потому что вы весь из себя такой интроверт-дотер. Оказывается, просто хотели отношений, поэтому играли роль не того, кем вы являетесь. Схема «стерпится-слюбится» работает настолько редко, что вам лучше сразу говорить правду, чем переживать десятки ссор, прежде чем вы пройдете к выводу, что на одном кексе отношений не построить. Пошел на высшее образование после техникума. Поначалу это действительно было здорово и классно, но ближе к концу первого семестра понял, что это не мое. Сейчас всерьез думаю о том, чтобы бросить учебу и вздохнуть с облегчением, не испытывая постоянного стресса. Попасть в общество людей, похожих на меня. Видеть себя со стороны 22 раза – это слишком. Когда мне было 12, я в один момент жутко захотела начать каждый день краситься. Я купила себе косметику и каждый день в школу делала самый невероятный, в плохом смысле, макияж, который только можно вообразить. На нанесение туши у меня ушло в первый раз 40 минут, и то все было дико криво. Стараясь замазать синяки под глазами, я только их подчеркнула. Даже не знаю как. Смотря на свои, в общем-то, не очень старые фотографии, я прихожу в ужас. Я не понимаю, почему никто не делал мне замечаний, хотя все-таки понимаю. Суть в том, что родители не заставляли меня ходить в форме и не запрещали краситься. Учителям в школе это было известно. Они ничего не могли со мной подделать, а когда делали мне замечания, я зачитывала им зазубренные статьи Конституции и закона об образовании. Думая, с какой стороны лучше падать в обморок, они поняли, что это только отнимает время. Короче, в принципе, закон и правда был на моей стороне, но я не считаю, что была права. Это было ужасно. Я считала это красивым. Самое смешное то, что сейчас мне 13 и я заканчиваю 6 класс. Я до сих пор крашусь, но уже слегка и реально нормально. Хочу сказать, что смотря на фотки год назад без макияжа, я не понимаю, зачем вообще мне было это надо. Незачем. А 9 месяцев назад я смотрела на те же блин фотки и думала, что если я не накрашусь, то выгляжу ужасно. По факту было наоборот. Сейчас я понимаю, что в этом, конечно, есть и плюсы. И по факту, если не с мейком, так с чем-то еще все проходят через это. Но смысл в том, что это теперь только лишний пункт для сборов. И лучше бы я потратила это время, ухаживая за своей внешностью и борясь с недостатками, а не рисовала брови на половину лба. Реально, одно время было. И нанося 3 слоя тоналки, которая только испортила кожу. В принципе, сейчас я понимаю, что мне не обязательно краситься постоянно. И делаю это только иногда, когда есть время и желание. Но в целом, в моей жизни это как раз на тему, думала, что надо, а оказалось, что нет. Яблоко в карамели. Это было во время школьной ярмарки, где-то в 17-18 году. Я реально думал, что яблоко в карамели полностью сделано из карамели. Типа, как какое-то кондитерское изделие. В итоге осознал, что это просто яблоко на палочке, покрыто тонким слоем карамели. Сонный паралич. Я из тех людей, которым нравятся кошмары. Интересно побегать от чего-то или испытать такое давление. И, узнав про это явление, захотел испытать, хотя я тот еще трус, ведь часто на полпути останавливался. В итоге за месяц или два испытал три сонных паралича. Это не так страшно или жутко, как я надеялся. Определенно, есть инстинктивный страх, который исходит из глубины. Неконтролируемый. Но, когда ты знаешь, что происходит. Первый раз я даже понять не успел, что произошло. Я даже страх не сразу заметил. А во второй раз уже быстро понял, и в итоге просто с любопытством ждал шоу. В третий раз я даже сам смог выйти из него. Как минимум, я так думаю, но скорее всего это иллюзия. По мне, так страшнее ночью всматриваться в темную комнату. Хотя сонный паралич, когда ты не знаешь о нем, очень жутко даже представить. Универ. Думал, что буду в нем учиться, заведу друзей, гулять по городу. А в итоге получил панические атаки, постоянное чувство тревоги и желание бросить все. Младшую сестру. Когда я была совсем маленькой, я хотела, чтобы у меня была родная подружка. О которой я могла бы заботиться и в итоге передать по наследству все свои игрушки. Но в итоге родился брат, который создает больше хлопот, чем радости. Работа, на которой я сейчас работаю. Мне озвучили оклад, который мало кто предлагает белыми. И пообещали премию, зависящую от результата проделанной работы. Но которая может уменьшиться, если я этого результата буду добиваться быстро. Не бред ли? Ну и отвратительные менеджеры продаж, которые требуют преследовать интересы компании, не давая ничего взамен. Гитара. Мучилась с преподом около полугода. Чуть не загнала себя в депрессивный эпизод. Чтобы хорошо играть на гитаре, надо реально каждый гребаный день за нее садиться. В итоге обменяла свою Ямаху на фотоаппарат брата. Увлечение, где нужно что-то делать, практически непрерывно. Очень сильно изматывают психологически. По этой причине когда-то и рисование бросило. Слишком уж геморройно. Удаленная работа. Проводишь большую часть дня в замкнутом пространстве. Если твой дом маленький или нет комфортного рабочего места, будешь чувствовать себя неудобнее, чем в офисе. Снижение живого общения с людьми. Усиление прокрастинации тоже у многих происходит из-за отсутствия людей. Конечно, в удаленке есть и плюсы, отсутствие времени на дорогу, возможность заниматься делами по дому днем, но она подойдет не всем. Хотела, чтобы мама вышла замуж и была счастлива. Она тоже этого хотела. Мы вместе написали образ ее мужчины, расписали черты характера и так далее. Она вышла замуж, родила ребенка. Я каждый день говорю спасибо за то, что этот человек не мой отец. Я не связана с ним кровью, иначе бы моя психика и самооценка была бы просто уничтожена без шанса восстановления. Спасибо за то, что у меня никогда не было отца. Изменено. Я знаю, что есть хорошие папы и мужчины и желаю, чтобы у всех в жизни только такие встречались. Студенческая жизнь в меде. Все не так интересно, как рассказывали родные. Никаких экспериментов, ноль практики, толком ничего не рассказывают. В морг сводили три года назад, и веселье тоже мизер, если не вписываешься в группу. Танцы. Лет в пять уговорила маму записать меня на кружок по танцам в местном ДК, потому что думала, что стану лучше танцевать. Буду устраивать какие-то мероприятия, ставить танцы в саду, в школе и так далее. Не отходило и полугода, слезно умоляла уйти оттуда и не возвращаться. Причиной стали плохие отношения с девочками, с которыми ты занималась, и то, что мы всегда делали буквально одно и то же. Повторяли одни и те же танцы, везде были одни и те же движения, нового ничего не учили. К тому же развилась боязнь сцены. 21 год, ни капли не жалею, что ушла. PS4. Купил, поиграл в несколько игр, и в итоге она большую часть времени пылится в шкафу. А основной платформой для игр был и остается ПК, только с иногда подключенным геймпадом. Длинные волосы. Они тяжелые, их вечно нужно доставать из-под только что надетой шмотки, они застревают в молнии. А если вдруг ты их проглотишь, то придется потом доставать их из заднего прохода. Бррр. Живу в деревне. Хотела себе мопед, чтобы кататься естественно. Выпросила все-таки его у родителей, хотя их даже уговаривать долго не пришлось. Была очень рада в день покупки. А потом вдруг оказалось, что даже когда я научилась на нем кататься, мне этого делать нельзя. Одной кататься мне разрешают только возле дома, что дико скучно. А ездить дальше, чем на одну улицу, это только с отцом. Самая тупая трата денег ни на что. А ведь сам папа подтолкнул меня на покупку. В этом году, наверное, буду его продавать. Куплю себе электровелосипед. Просто какой смысл в мопеде, если он все время стоит в гараже? Работа дома. Вроде бы рай. Ноль минут до работы. Ноль минут с работы. Но нет. Это не вы работаете дома. Это вы живете на работе. Отвратное чувство. Если ваша дорога до работы в течение часа, то намного лучше на нее ездить. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok